С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум. Его называют главным событием года для бизнес-элиты. За три дня было подписано 386 соглашений на общую сумму 2 трлн рублей. Ежегодно растет и расширяется деловая программа мероприятия. Так, на площадках этого форума проведено 127 мероприятий, включающих заседание Деловой двадцатки, проводимой в Германии, а также конференции БРИКС и ШОС против 72 мероприятий в прошлом году. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Из города на Неве репортаж Марии Владимировой. Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится уже в 21 раз и второй раз здесь, на площадке Экспофорума. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения главных экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром в целом. В этом году форум собрал 12 тысяч участников из более чем 30 стран мира. Мероприятия форума 2017 года объединены девизом в поисках нового баланса в глобальной экономике. А основной задачей стал конструктивный и открытый диалог для обсуждения основных направлений развития мирового сообщества. Новую страницу развития на форуме открыл и Ненецкий округ. Регион займется формированием современной технологической деловой среды во взаимодействии с Роспатентом. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве. Документ определяет приоритетные направления совместной работы региона и федерального ведомства по развитию сферы интеллектуальной собственности в округе. Роспатент уже несколько лет совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности реализует проект по созданию центров поддержки технологий и инноваций по всей стране. Уже в 65 регионах страны мы создали центры поддержки технологий и инноваций, задачи которых разъяснять значение интеллектуальной собственности в экономике, активизировать работу с информационными системами. Центры поддержки технологий и инноваций, подключенные к нашей информационной системе, имеют доступ ко всем тем базам, которые имеют доступ наши эксперты. Центры поддержки и инноваций оказывают конституционную помощь. Через них можно подать заявку, особенно в электронном виде. Это наш приоритет – электронное общение с субъектами. А сейчас мы такой центр открываем в Нарьянмаре. Центр в Нарьянмаре будет уникальным, отметил Григорий Ивлев, так как рассчитан в том числе на детское и техническое творчество. На самом деле, благодаря компактности нашего региона, это первое, благодаря гибкой структуре управления, нам это просто необходим как воздух, потому что наша новая нефть – это компетенция, это знание технологий. В округе живет очень много активных ребят, знающих, моделирующих, пытающихся что-то создать. И у них будет возможность общаться напрямую с Роспатентом, не прибегая к самолетным перелетам. То есть будет возможность и получить доступ к базам, появится возможность получить патент на то-либо иное изобретение. А самое важное – появится возможность вживую получить консультацию, что тоже крайне важно. Опорным центром поддержки и инноваций в регионе станет Нейнская центральная библиотека имени Печкова. Учреждение будет координировать реализацию мероприятий в рамках подписанного соглашения. Подписание соглашений – неотъемлемая часть петербургского форума, как и проведение различных панельных дискуссий и сессий. Одну из них посвятили проектному планированию и его эффективности в бюджетном процессе. Принципы бюджетного планирования впервые были применены в 2014 году, но результатов не дали. В зоне неэффективных расходов федерального бюджета в 2015 году оказались 1,6 трлн рублей, в 2016 – уже более 2 трлн. Сейчас, отметила глава счетной палаты Татьяна Голикова, необходимо заняться поиском новых механизмов. Это действительно очень актуальная тема, потому что эффективность бюджетных расходов – это серьезные вещи в период кризиса, которые происходят у нас сейчас в свете падения цен на нефть. Поэтому то, что там говорилось, действительно нужно искать новые проектные решения, нужно оптимизировать и, так сказать, заниматься приоритизацией и целеполаганием, конганичной целью наших бюджетных расходов. Поэтому, в принципе, дискуссия действительно бурная, она интересна для всех регионов, что отразилось и на обсуждении этого вопроса. К проектному планированию переходит и Ненецкий округ. Как отметил глава региона Игорь Кошин, по некоторым из них уже удается достичь цели через проектное управление. На мой взгляд, здесь две составляющие. Первая составляющая – виден каждый шаг и в процессе достижения цели уже, можно сказать, будет ли получен результат или нет. И вторая – это более целенаправленное расходование бюджетных средств. Региональным проектным офисом в Ненецком округе назначен аппарат администрации. Создан управляющий совет, которому делегированы все полномочия по принятию решений, утверждению паспортов проектов и определению приоритетов, а также графиков исполнения. Могу рассказать про, допустим, два проекта, которые у нас в высокой степени готовность. Это, допустим, проект «Экология». По нему утверждена уже вся, грубо говоря, нормативная база о реализации проекта. Это и паспорт проекта, это и график реализации проекта. Мы предполагаем о том, что все-таки в рамках этого проекта мы уменьшим экологический ущерб, который ранее был нанесен природой. Это очень важно, особенно в рамках года экологии. Соответственно, это эти же брошенные суда, которые будут увидены. И каждый житель округа, он физически увидит результат этой работы. Второй, например, проект, который можно рассказать, это проект «Кочевой детский садик». Петербургский международный экономический форум – традиционная площадка, где регионы и крупнейшие компании представляют свои достижения. Одна из них – компания «Хелепорт», презентовала новинку в авиационном строении. Вертолет, имеющий ряд преимуществ перед всеми остальными виндокрылыми машинами. Скорость движения выше до 287 км в час, но вот в грузоподъемности нашим Ми-8 они все-таки уступают. Это легкие вертолеты. Конечно, нельзя сравнивать с Ми-8, потому что это грузоподъемный вертолет. Я на этих типах тоже очень много летал. Ну и что он боится? Боится объединения, потому что в переходные периоды все-таки есть температурный диапазон, который не позволяет выполнять, если именно есть объединение. А так машина очень хорошая в управлении, пилотировании. Прекрасная машина. Между тем, северные регионы, например, такие как Магадан, данные типы воздушных судов закупают и используют как для перевозки вахтовиков, так и пассажиров. «Хелепорт» может перевозить до шести пассажиров. Стоимость одного вертолета составляет 3 миллиона 800 тысяч евро. А это ноу-хау от КАМАЗа и государственного научного центра НАМИ. Беспилотник – элемент новой транспортной логистики. Шаттл. Мы говорим о новом подходе в рамках интеллектуального города, в рамках умного города, где движение транспорта осуществляется централизованно. Вот это вот важный момент, когда мы беспилотные транспортные средства включаем в эту систему, и у нас отпадает необходимость сохранять маршрутные транспортные средства и перейти к следующему этапу, когда шаттл небольшой, именно поэтому он не огромный, создавая почти условия частного автомобиля и выполняя функции индивидуальной, по сути, перевозки, когда вы задаете «хочу» с пункта А в пункт Б, он решает все задачи в этом варианте. Такой шаттл вмещает в себя до шести человек. Он работает на батарее и может стать альтернативой общественного транспорта. И две российские беды – дураки и дороги. Ему не страшны. Вот эта машина для следующего поколения уже измененных людей. Сегодня мы работаем с гаджетами, с информационными технологиями. И вот эта машина общается с нами тоже через гаджеты. И со всеми другими участниками движения она тоже общается через технологии связи, айтишные технологии, навигационные системы, то, что сегодня вошло в нашу жизнь. Просто это шаг в развитии. Автономная система, поймите, она видит лучше водителя, она знает больше любого водителя, потому что работает в комплексе информационном, получая от инфраструктуры информацию о дорожной ситуации, о знаках, светофорах, сама видит знаки, может сравнивать, комплексировать, принимать решения. Шаттл можно назвать еще младенцем. Он выпущен в августе прошлого года. К концу текущего года появится его уже модифицированная версия. Если одни на площадках форума представляют новинки в области машиностроения и авиастроения, то здесь можно попасть в мир живой природы, а точнее к амурским тиграм. Все, что для этого необходимо, расположиться удобно в этом замечательном кресле, надеть вот такие вот очки, обзор которых 360 градусов, наушники. Вы, конечно, этого не увидите, но я сейчас окажусь прямо рядом с амурскими тиграми. Высокие деревья. То есть, получается, мы находимся буквально в нескольких сантиметрах от амурских тигров. Какие хорошенькие. Тигр очень погладил. Амурский тигр был взят под защиту в 2013 году. Именно тогда, по инициативе президента страны Владимира Путина, был создан Центр Амурский тигр. Специалисты отмечают, сохранив тигра, удастся сохранить и благоприятную экологическую обстановку всего региона. Можно скрытую камеру поставить и следить за эмоциями. Потому что вот от вас я слышал, ой, мамочки. Были девушки, которые просто издавали восторженные звуки, там, оу, а-а-а. И очень по-разному веселились, по-разному радовались. Но в целом у всех положительные эмоции. И это, несомненно, нас радует, что то животное, которое мы охраняем, вызывает исключительно положительные эмоции, а никакие ни страхи, ни боязни, ничего такого. А это промо-бот – новейшая разработка одноименной компании. Он уже принят на работу в Сбербанк России в отдел кибербезопасности. Расскажи правила кибербезопасности. В перспективе такие же роботы будут поставлены во все отделения Сбербанка для работы с клиентами. Его основная задача – это просвещение по вопросам кибербезопасности, а также получение некой обратной связи. То есть он как отвечает на вопросы, так и задает, и смотрит, насколько человек знает те или иные правила. Госкомпания «Автодор» на форуме представила экспонаты, найденные в ходе археологических работ на участках строительства автодорог федерального значения, в том числе центральной кольцевой дороги в Подмосковье. Находки уникальные – это предметы личного благочестия и вооружения Средневековья XVI-XVII веков. Здесь и редкие вещи, связанные с бытом боярства в период боевых походов. Самые уникальные находки – это были сделаны в прошлом году два богато отделанных боярских шлема. Это шлемы первой половины XVI века. Они выкованы из стали, и плюс к тому, в чем их уникальность, они очень богато декорированы. Здесь, в общем-то, присутствует золотая и серебряная инкрустация. То есть сначала шлемы гравировались, а потом все эти гравированные углубления заполнялись драгоценными металлами. Это шлемы бояр из рода Елизаровых, личной армии Ивана Грозного. Помимо шлемов, при раскопках были обнаружены предметы вооружения и доспехи, и кольчуги. Уникальные не только экспонаты и разработки, представленные на форуме. Он и сам в этом году стал рекордным как по числу участников, так и по объемам подписанных соглашений. За три дня заключено 386 соглашений на общую сумму 2 триллиона рублей. Эта сумма в два раза больше, чем в прошлом году. Мария Владимирова, Сергей Качегов, Телеканал Север, Санкт-Петербург.